В календаре в этом сезоне небольшой турнир в Марбелле, ну и турнир в Цинциннати, конечно же. Итак, седьмая сейная Елена Янкович против Марии Шараповой, которая в число сейных теннисисток здесь не входила, но, в общем, заслужила правосы. 25-я она сейчас в рейтинге, но с выходом в финал она возвращается в первую двадцатку. Ну и если победит сегодня в победе, ну пришлось, конечно, пройти весь путь до конца. Ну и Елена Янкович, твоя любимая теннисистка, выиграла без повязки, да, массивный пластырь у нее был. Прошло достаточно много времени, безусловно, и после травмы, и все-таки процесс остинал очень большой от этих поражений. Ну, фактически, я думаю, это начало карьеры заново. Ну, сезон для нее, скорее всего, только он должен начинаться, по идее, конечно. И, на мой взгляд, это дает ей преимущество. Нет, Елена Янкович все-таки Марии сегодня победа нужнее. Она же, да, категория в этом году, но, тем не менее, это последняя возможность добрать эти очки. Мне кажется, если вот сейчас вернуться именно вот к игре, Елена Янкович будет опять защищаться и ждать ошибки. По силе был удар хороший, но, увы, неточен. Да, хватит. Ну, что ж, Мария сразу... На самом деле, когда ты находишься далеко, у меня тоже так на турнире случилось, что когда вот дедушка не стал, переживаешь, еще играть надо. Это, конечно, сложно вообще. Проигрывает Шарапова первый гейм. Войти в игру сразу не удалось. Приносим вам извинения за качество картинки. Не по нашей вине это происходит, но будем надеяться, что как-то все это устранится. Будем смотреть, не отвлекаясь. Не вошла еще и выгодная анимаша, что полностью не сконцентрирована. Что-то, да, начинает появляться. Немножечко отвалилась сейчас от мяча Маши, поэтому Мася не летела далеко. 2-0. У Маши он набит. Она его чувствует. Да, он у нее, да, ее любимый удар, она очень часто не третит. На вылет очень приличное количество эйсов Мария выдала на этой неделе. Но количество двойных превосходит. Но вот такой подачи на US Open еще не было. У 30. Второй эйс сегодня у Марии. Касая выбивающая подача. Янка и Чистин. Ничего себе. Вот это гейм. Три подачи на вылет и 2-1. Добро пожаловать на борт этого финала. Опять хотела Янка вычинка. В предыдущем гейме вот этот высокий мяч. И то, что свежести не хватило. Просто была еле живая китаянка. Ну что, остановилась, да, Янкович? Все. Не знала она, что делать. Мария добилась своего. Выровняла. Какой прием, Янкович. Да, тяжело. Этот удар слева по линии, пожалуй, самый опасный сегодня. Четвертый эйс сегодня у Марии. По подачи выручает очень важный момент этого матча. И прошлый гейм был вытащен за счет подачи. И все-таки не просто она выигрывала. Процент попадания первым. Ничего. Это уже и на задней линии Мария переигрывает. Янкович 3-2. Третий гейм подряд, который берет Шарапова. И снова подача сработала дважды. Этого оказалось достаточно. 5-2. Как мари. Кстати, Цонга там же и в финал уже вышел, да, в Бангкоке. Вместе с Фабрисом Санторо в паре. Играть против Гарсия Лопеса и Миши Зверева. Еще один мужской турнир, где российский теннисист успешно выступает. Речи о Николае Довыденко в Малайзии, в Куалумпур. Он в полуфинале сегодня сыграет. Сама по себе, конечно, боец большепуквы, да. Может быть, я не такой яркий игрок. Янкович защищается-то она примерно вот так же. Может быть, даже предвидение у нее получше, у Агнешки. Я бы тоже так сказала. Янкович еще... Она иногда заигрывается в своих вот этих эмоциях. Янкович иногда уходит в какой-то... Она как питбуль такой настоящий. Да, она как схватит, так и все. А здесь... 0.30. Ну что, досрочная победа? Техническим нокаутом выигрывает Мария Шарапова. Ну вот таким скоропостижным, да, стал этот финал для... Испортила праздник. Однозначно. Ну, в принципе, она это умеет делать. 43 минуты. Статистику вы видите. Ну, тут особенно не говорить-то не о чем, Мария. По всем статьям превзошла. Янкович... Асминь. Всем пока.